Медиа-сфера В этом году фестиваль состоялся впервые. Участие в нем приняли только студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Позже фестиваль получил статус городского, затем регионального, а в нынешнем году фестиваль стал республиканским. Мы начинали как университетский фестиваль всего лишь только, а уже буквально за пару лет выросли до масштабов республиканского. В этом году представлены все области Белоруссии на фестивале и 9 вузов, 20 школ. Для нас это хороший старт как республиканского фестиваля. Фестиваль Медиа-сфера – это площадка для современной молодежи. Здесь они знакомятся, делятся своими идеями, имеют возможность показать себя и посмотреть на других. Одним словом, фестиваль дает ребятам возможность найти свое место в медиа-сфере. Замечательно, что существует такой фестиваль, который ищет и находит талантливых, интересных молодых людей, которые занимаются очень нужным и полезным творчеством. Они отображают нашу дистанцию, нашу жизнь во всех красках так, как они умеют. И нужно сказать, что есть достаточно неплохие работы, которые здесь представлены, работы качественные и работы, которые достойны внимания не только в рамках этого фестиваля, но и на каких-то даже крупных телевизионных каналах. По словам организаторов мероприятия, фестиваль вырос и в качественном, и в количественном отношении. Участие в нем приняли 122 видеофильма, которые уже второй год подряд поделили на две категории – профи и юниоры, студенты и школьники соответственно. Жюри Медиа-сферы 2016 предстояло проделать огромную работу. В нынешнем году победителей выбирали в 15 номинациях, отдельные из которых были приурочены к Году культуры. Так жюри определило лучший социальный ролик, промо-ролик, репортаж, видеозарисовку, игровой фильм и многое другое. Работ очень много и очень сложно определиться с критериями, потому что таких четких критериев нет, по которым можно было бы судить о той или иной работе. Но в большей степени мы судили на эмоциях, конечно, потому что если работа какая-то цепляет, что называется, за сердце эмоционально, то она не может быть спокойной. Тематическое и жанровое разнообразие видеофильмов в очередной раз доказывает, что молодежь сегодня не просто активные пользователи медийного пространства. Любой студент или школьник, не имея каких-либо профессиональных навыков, может создать актуальный видеоролик. Например, студенты Бегуира показали новостной сюжет про свои разработки в области лечения рака и стали лауреатами третьей степени. Социальный ролик студента БНТУ «20 недель», призывающий отказаться от абортов, занял второе место на конкурсе среди победителей. А студенты Витебского государственного университета имени Машерова подняли актуальную сегодня тему двоязычия в видеозарисовке «Праздеяло хмол до души, до сердца» и стали победителями 6-го республиканского фестиваля видеопроектов «Медиасфера». Ольга Ханис участвует в фестивале впервые, и победа для нее была неожиданной, ведь конкуренция в нынешнем году была очень сильной. «Если честно, я абсолютно не ожидала, потому что не думала, что здесь еще помимо номинаций будут награждаться победители. Поэтому я уже получила свой диплом в номинации, расслабилась, наслаждалась роликами, и это было абсолютно внезапно и очень приятно. На самом деле все происходило очень быстро. Мы готовились ко дню Конституции, он у нас проходил в университете, и был организован специальный диктант для всех желающих, можно было выбрать язык, на котором написать его, русский или белорусский. И мы решили сделать такой ролик, такого рода, и показать всем, что в нашей стране есть два государственных языка, и каждый имеет право выбирать, на каком говорить или разговаривать на двух». После открытого показа и церемонии награждения победителей участников фестиваля ожидали мастер-классы журналистов телеканалов города Гродно, а также семинары преподавателей кафедры журналистики Купаловского вуза. Субтитры создавал DimaTorzok